Привет, друзья! Я Александр Кушнарь на канале Ньюс Эдер. Итак, страны НАТО провели предварительную встречу перед основным заседанием между Североатлантическим Альянсом и Россией. И вот на этой встрече, которая прошла 7 января, было очередной раз, как сообщается, подтверждено то, о чем ранее неоднократно уже и говорилось на разных уровнях, как отдельными лидерами самых разных членов Альянса, так и самого генсека НАТО Йенса Столтенберга. А именно, что все страны согласились с тем, что, безусловно, путинскому режиму на предстоящих переговорах будет заявлено, что ни Россия, ни какая бы то ни была другая страна не может влиять на суверенное право стран, входящих в Альянс, а также не входящих, решать свою судьбу относительно либо блокового, либо внеблокового статуса. И вот как это описывает, в частности, европейская правда, которая как раз и транслирует то, что произошло вот на этой встрече 7 января. А именно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что все страны, а точнее представители вот на этом заседании согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения. По словам Столтенберга, встреча НАТО засвидетельствовала консенсус по поводу того, что требования России не могут быть выполнены. А я напомню, что требования Владимира Путина заключаются в том, чтобы НАТО дал ему гарантии нерасширения за счет стран, которые входили когда-то в Советский Союз. Все союзники дали четкий сигнал, что они не пойдут на уступки по ключевым принципам, одним из которых является право нации самим выбирать свой путь, в том числе для обеспечения своей безопасности, заявил генсек НАТО. Напомнил он и о том, что Российская Федерация и сама ранее подписывала документы, которые исключают вообще подобные требования со стороны Москвы. И в частности, комментируя ситуацию с Украиной, Йен Столтенберг подчеркнул, цитирую, Вот это право Украины и других государств выбирать путь в НАТО является одним из принципов, под которыми подписалась Россия, в том числе в Хельсинском заключительном акте. И, наконец, резюмировал он, нет такого пути, который привел бы к уступкам альянса в своих базовых принципах. Был четкий сигнал от всех союзников по поводу невозможности выполнить условия, которые выдвинул Путин. Тем не менее, говорит Столтенберг, мы должны все-таки пытаться поддерживать диалог с Россией. Однако, опять же, он договорился, никакой гарантии, что вот эти переговоры с российским режимом окончатся успехом нет. Как нет никаких гарантий и того, что после вот этих дипломатических переговоров Путин не решит начать полномасштабное нападение на Украину или же какую-либо серьезную эскалацию по одному из направлений. И то, что эта угроза полномасштабного вторжения со стороны путинских войск сохраняется, напоминает нам и газета The New York Times, которая сегодня публикует карту расположения российских войск. Ту самую карту, которую удалось составить благодаря данным западных и украинских спецслужб. Понятное дело, что давным-давно уже и американцам, и их союзникам по НАТО известно, где и какой танк, где и какая артустановка, где и какое подразделение российских войск находится по периметру украинских границ. И разумеется, то, что сейчас публикует газета The New York Times в значительной степени, получено как раз от источников в американской разведке, которые в свою очередь получили вот эти данные о точном расположении российских войск. Именно благодаря вот той интенсивной, практически круглосуточной разведке, которую проводят американские ВВС на протяжении последних недель и месяцев, в том числе прямо над линией разграничения на Донбассе, то есть прямо в украинском воздушном пространстве. О том, что ВВС Соединенных Штатов, а точнее говоря, в конечном итоге Пентагон делится вот этими разведданными еще и с украинскими властями, давно уже не секрет, так же, как не секрет и то, что, как писал также The New York Times, в случае полномасштабного нападения России на Украину, Пентагон будет в режиме реального времени транслировать видеокартинку движения российских войск прямо в штаб Министерства обороны Украины, для того, чтобы украинские войска могли эффективно отражать наступление российских войск. То, что у Соединенных Штатов нет никакой иллюзии по поводу того, чем является Россия и как с ней нужно будет разговаривать на предстоящие встречи, свидетельствует и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что, безусловно, США прекрасно понимают, что Россия может устроить в любой момент провокацию, которую впоследствии будет использовать как повод для нападения на Украину. Об этом он сказал в брифинге в Вашингтоне. «Никого не должно удивлять, если Россия будет подстрекать к провокации или инциденту, а затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства, надеясь, что к тому времени, когда мир осознает эту хитрость, будет слишком поздно», — сказал Блинкен. Назвал он абсурдными заявления Путина и его свиты о том, что якобы в нынешней ситуации агрессором является Украина. «Это Россия», — говорит Блинкен в торбосе в Украину почти 8 лет назад. «Именно Россия является военным оккупантом части Украины и в Крыму, в частности. Именно Россия до сих пор разжигает войну на востоке Украины. Именно Россия не выполнила ни одного из своих минских обязательств. На самом деле, именно Россия нарушает многие из этих самых обязательств и отказывается признать, что является стороной конфликта», — заявил госсекретарь. «Обвинил он Россию в продвижении лживых нарративов о том, что якобы Украина и НАТО угрожают Российской Федерации. Это все равно, что Лиса сказала бы, что должна была бы напасть на курятник, потому что якобы жители этого курятника, ну то есть куры, каким-то образом представляют угрозу для Лисы», — сказал Блинкен. «И это, конечно, показывает то, с какой позицией Вашингтон идет на встречу с представителями Владимира Путина. И понятное дело, что все это показывает, что Кремлю не стоит питать иллюзии по поводу своих самых главных требований к НАТО. НАТО будет расширяться, если пожелает. НАТО не откажется от военной инфраструктуры в Восточной Европе. И НАТО, конечно, не даст никаких обещаний разорвать связи с постсоветским пространством. Ну, так же, как и Соединенные Штаты, соответственно, не уберут свои стратегические бомбардировщики и ядерное оружие из Украины. Ну, так же, как и верно то, что, конечно, Запад не прекратит поставлять оружие в Украину. Соединенные Штаты на днях уже через своих представителей пояснили, что прямо сейчас администрация Байдена готовит, опять же, дополнительную военную помощь для Украины, вплоть до того, что идут сейчас обсуждения о непередателе Украине стингеры. Те самые стингеры, которые в свое время были переданы противникам советских войск в Афганистане, наджахедам, и, соответственно, эти же самые стингеры и стали главной причиной, по которой советские войска потерпели в Афганистане полное поражение. Вы были выведены оттуда, а затем, соответственно, выведен с карты мира был и сам Советский Союз. Будет ли это оружие передано Украину, еще неизвестно. Ясное дело, что в случае полномасштабного вторжения практически можно быть уверен в том, что стингеры окажутся на вооружении у украинских военных или партизан, тем более, что сейчас, опять же, в коридорах Вашингтона, как сообщают нам американские СМИ, идут активные обсуждения по поводу того, что действительно американские власти поддержат украинское партизанское движение в случае, если, опять же, российские войска вторгнутся в Украину. И, таким образом, Владимиру Путину дан четкий сигнал, что, опять же, он не должен рассчитывать на возможность передела мира на сферу влияния. И уж точно он не должен рассчитывать на то, что ему удастся сожрать Украину. В конце концов, и сами украинцы демонстрируют, что они готовы защищать свою землю. И, соответственно, на территории Украины, в отличие от территории Казахстана, не вышли же войска ОДКБ ни 3 тысячи, ни 5, ни 7, ни 50 тысяч. Они все будут уничтожены и отправлены обратно в виде гробов. Это четкий сигнал, который подает украинское общество. И тем самым показывает, что такое настоящее суверенное государство. И в то же время, на контрасте с Казахстаном, понятно, что такое несуверенное государство. Казахстан, к сожалению, оказался именно таким. В час икс выяснилось, что Казахстаном управляют самые обычные ренегаты, заинтересованные исключительно в собственной безопасности и в собственных экономических интересах. И, как и тот же Лукашенко, они, эти правители, тот же Такаев и соответствующие кланы, готовы легко пожертвовать интересами своего населения ради собственных интересов. Именно поэтому Такаев с такой легкостью заключает пакт с Путиным, соответственно, ОДКБ, а точнее российские войска в обмен на личную безопасность Такаева, который таким образом демонстрирует тем силовикам, которые сейчас колеблются в Казахстане, что на стороне Такаева, в общем, есть вот этот самый ресурс, возможность приглашать силы ОДКБ, по сути, российские силы, причем не только в количестве трех, пяти или десяти тысяч, но и в большем количестве. Ну а в обмен Владимир Путин получает возможность влиять через Казахстан на различные аспекты, в том числе международной политики, потому что Казахстан, это, конечно, сосредоточие самых разных международных интересов от Китая до Соединенных Штатов, взять тот же «Шеврон», ту самую компанию из Соединенных Штатов, которая всегда подозрительно выступала на стороне России, вплоть до того, что лоббировало снятие или, по крайней мере, введение ограничений против России, вот этот самый «Шеврон», который очень хорошо и удобно устроился в Казахстане. И теперь, конечно, те российские войска, которые там находятся, получают прекрасную возможность влиять через «Шеврон» на те же Соединенные Штаты. И не с этим ли связана такая мягкая, я бы сказал, слабая позиция страны Соединенных Штатов, которые до сих пор еще не приняли конкретные позиции по поводу того, что происходит в Казахстане. Всего лишь пока что американские власти обошлись осторожным заявлением о том, что якобы, ну, в общем, непонятно, но надо бы перепроверить, стоило вообще отправлять эти ОДКБ, и какой смысл эти силы носят сейчас в Казахстане. Хотя, конечно, совершенно понятно, что речь идет об обычном оккупационном контингенте. Еще раз говорю, речь идет о сделке, которую заключил диктатор Такаев с российским режимом. Что уж тут, казалось бы, непонятного. И, конечно, замечательно, что, как мы видим, через 8 лет ведения боевых действий со стороны России против Украины в Соединенных Штатах наконец-то созрели, для того, чтобы действительно четко назвать черно-черным, а белое-белым. Но, как мы видим, американские, да и вообще евроатлантические власти не очень-то учатся на своих ошибках, и когда то же самое происходит в том же Казахстане, они заявляют о том, что, видите ли, не все так однозначно, и что оказывается, я цитирую сейчас уже американских представителей, вот ДКБ это миротворческие силы, вот так их называют. Что ж, с прискорбием нужно констатировать, что действительно, Запад старается постоянно умиротворять Кремль, как бы то ни было. И вот эти переговоры, которые сейчас пройдут с Россией, несмотря на то, что будут вестись, в общем-то, с жесткой позиции, но надо признать и другое, что самый факт является определенной победой Путина, которому, как говорят, например, те же эстонские власти, вообще нельзя было давать шансы на проведение подобных переговоров после выдвижения столь нахальных требований. Тем более, что вот прямо сейчас нам NBC сообщает, что, в принципе, американские власти в ходе этих переговоров готовы будут предложить Владимиру Путину определенную сделку, сократить, возможно, даже американские войска в странах Балтии и Польши в обмен на какие-то серьезные уступки со стороны Путина. С одной стороны, может быть, это и звучит логично, потому что, в конце концов, вот тот самый многонациональный контингент в странах Балтии и Польши по тысяче военнослужащих НАТО в каждой из этих стран был размещен там именно после того, как Путин аннексировал Крым, напал на Украину и ведет против нее, как и против некоторых других стран, таких как Грузия, например, войну на уничтожение. То есть, поскольку действительно именно эскалация стороны Путина стала причиной размещения вот таких американских войск в Европе, точнее, увеличения их количества и в целом наращивания вот той самой военной активности со стороны НАТО стала ответом на путинские агрессивные действия. Логично было бы сказать, что если Владимир Путин согласился бы отвезти войска от Украины и выполнить некоторые другие вещи, которые свидетельствовали бы о его готовности снизить эскалацию у европейских границ, то, может быть, действительно, как полагают профессиональные американские дипломаты, стоило бы посулить пряник Владимиру Путину и действительно продемонстрировать свою готовность снизить некоторое военное присутствие. Вот только надо понимать, что, во-первых, если уж и идти на подобные уступки в адрес Путину, то только в случае, если Владимир Путин согласится отказаться от аннексии Крыма, то есть просто вернет Крым в состав Украины, и, конечно, если Путин выйдет в свои войска, которые уже находятся на территории Украины, с этой самой территории, с территории Донбасса, только в случае, если Путин согласится деоккупировать Украину, деоккупировать Грузию, деоккупировать Ливию, Сирию и другие страны, от Молдовы до Беларуси, в этом случае да. Может быть, и можно было пообещать такое Путину, но как можно обещать такое, когда совершенно ясно, что Путин не откажется от аннексии Крыма, от оккупации двух районов Донбасса, от оккупации двух районов Грузии, от оккупации Сирии, где он помогает мяснику осаду убивать свой народ с помощью в том числе и таких ядов, как, например, газ, зарин. Понятно, что Путин не выведет свои войска ни из Молдовы, ни из Беларуси, что он продолжит свои провокации о киберпространстве, что он продолжит вмешиваться в выборы, продолжит информационную войну против цивилизованного мира. И вот на этом фоне идти с Путиным на переговоры и предлагать ему в том числе и возможность обсуждать сокращение войск, ну, на условиях взаимности, но тем не менее. Наконец, надо понимать и то, что Путин не выполняет своих договоров. Договоры для него стоят меньше, чем вот та бумага, на которой они написаны. Это всем давно известно, и он неоднократно срывал эти договоренности. И, конечно, если администрация Байдена хоть действительно до конца оставаться столь жесткой, как об этом свидетельствует риторика того же Блинкина или того же генерального секретаря НАТО Енста Столтенверга, который пусть и не относится к США, но, конечно, является частью вот этого всего евроатлантического эстеблишмента, то в этом случае, конечно, Соединенным Штатам ни в коем случае нельзя снижать свое военное присутствие в Европе и вообще даже подавать Путину надежду на то, что такое снижение может быть. Просто потому, что понятно, Путин своих обязательств выполнять не будет. Вот с такими раскладами мы приходим к вот этим переговорам. Посмотрим, что будет в реальности, чем они на самом деле закончатся. И мне кажется ли так, что Путин, посулив странам НАТО, как это и раньше бывало, небольшую приманку, получит какие-то совершенно реальные уступки. Будем надеяться, что лидеры Запада не только на словах, но и на деле выучили уроки прошлого от Мюнхенского сговора, который произошел 80 лет назад, до Мюнхенского. В общем-то тоже в некотором смысле сговора, который произошел около 12 лет назад, который привел к нападению России на Грузию, затем на Украину, затем к интервенции России в Сирию, ну и к прочим замечательным в кавычках вещам, которые теперь стали огромной занозой в одном месте у Евроатлантики. И той самой занозой, которая прямо сейчас еще и в тело Казахстана вошла. И вот Казахстан становится прекрасной, к сожалению, в негативном смысле иллюстрацией того, что все-таки плохо Запад учится на своих ошибках. И тем не менее мы будем сохранять оптимизм. Слишком многое изменилось за последние месяцы, и слишком многое поменялось в головах о лидерах стран Запада. Слишком многое было сделано. Слишком много действительно они вложили в ту же Украину, чтобы просто так отступать от своих требований. Просто отступать на самом деле Евроатлантике уже некуда. Спасибо, друзья. Остаемся на связи, смотрим за этими событиями, будем рассчитывать на то, что лидеры Запада окажутся как минимум не менее профессиональны, чем мы скромные аналитики. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok